Представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы Аматинской области за прошедшую неделю. С участием руководителя специальной мониторинговой группы по Аматинской области Виктора Тена. На областном ТРК ЖИЦУ в рамках телепередачи «Сегодня» был проведен прямой эфир с участием руководителя проектного офиса ЖИЦУ Адалдахаланы Жасухпаева Аманжола. В целях обеспечения прозрачности бюджета во всех районах Аматинской области продолжаются онлайн-разъяснительные работы и интерактивная карта открытых бюджетов. Менеджеры проектного офиса ЖИЦУ Адалдахаланы провели мониторинг аптечных складов на готовность ко второй волне пандемии. Департамент совместно с проектным офисом ЖИЦУ Адалдахаланы провели мониторинг оказания государственных услуг сервисного акимата Индекс-Казахского района. В рамках проекта «Гражданский контроль» еженедельно ведутся онлайн-эфиры и приемы граждан. Алматинская область продолжает поддерживать акцию «Коррупция не для нас». Департамент совместно с лидер КЗ и проектным офисом провели мониторинг приемов монетарной помощи из Польши и компании «Шеврон Монайгаз Инк». Департаментом при поддержке управления культурой, архивов и документацией Алматинской области подготовил информационную роль и пропагандирующий проект «Интерактивная карта открытых бюджетов». В целях разъяснения молодежи основных направлений и мер по реализации антикоррупционной политики проведена онлайн-конференция. В целях профилактики коррупции и формирования нетерпимости коррупции в Волокольском районе подготовлены ролики. В Алматинской области в рамках проекта «Адалкумек» продолжается республиканская акция «16 дней без насилия». Авторские и новостные статьи о проводимой работе Департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...